всех рада приветствовать на своем канале добро пожаловать ко мне и обязательно подписывайтесь если еще не подписаны и нажимайте колокольчик чтобы не пропускать новые видео сегодня я хочу с вами поговорить о том месяце который закончился подвести итоги этого месяца месяца питания правильного да вот то той программы на которой я сейчас нахожусь и вот я себе составила небольшой списочек такая подсказка потому что очень много информации о чем бы я хотела упомянуть и чтобы не забыть в общем для себя будут туда подсматривать и сегодня хочу много всего рассказать какие-то положительные моменты отрицательные моменты что я приобрела что потеряла вот все мы с вами сегодня обсудим кстати заранее хочу сказать если вдруг какие-то вопросы появятся по моему питанию или вообще по питанию вы в комментариях оставляйте их снимем с вами вопрос ответ потому что сейчас очень много народу худеет и как-то эта тема опять актуальна в общем если только интересно будет что-то связано с моей программой то что ваши комментарии вопросики и какие-то очень идеи вот и первое с чего хочу начать собственно вообще это основная тема всего видео это что именно дала мне дал мне этот месяц на программе именно на программе питания не только если я сама что-то ела или не ела вот так что же дал мне этот месяц первое это привычки привычки какие конечно правильные привычки то есть во первых пить воду пить воду когда встал пить воду на протяжении дня вставать в одно и то же время ложиться в одно и то же время вести точный распорядок дня то есть у вас соответственно подъем и ложитесь вы в одно и то же время и приемы пищи в одно и то же время с одним и тем же интервалом естественно с течение месяца вы к этому привыкаете то есть поначалу кажется неудобно это постоянно смотришь на часы сверяешь время уже пора или еще не пора есть но со временем за месяц это вот прям стабильно вы привыкаете к этому распорядку и ваш организм привыкает и он уже через именно этот интервал времени просит есть это плюс также очень что я заметила за собой очень хочется вставать раньше то есть вообще я раньше до этого как бы подумывала о том чтобы вставать раньше и вот работу тоже ходить пешком не на автобусе потому что у меня весь распорядок моего вот просыпание когда я выхожу из дома он подстроен так что я выхожу и через где-то 7 минут подходит автобус моей остановки то есть мне за это время нужно спуститься на первый этаж дойти до остановки и в общем это все продумано у меня вот давно я уже мысль такую в себе зародила что хочется как бы добирать шаги и для этого нужно ходить на работу пешком вот принципе я уже раньше это делал потому что работала тоже рядом с домом но чуть чуть ближе чем сейчас вот и тоже ходила пешком и в принципе я подумал что сейчас моя работа ну чуть-чуть подальше находится но в принципе а пешком это реально это займет около получаса вот но для этого надо вставать раньше чтобы весь мой график сместился назад как бы во времени то есть сместился на какое-то определенное время вот как бы так рассчитать чтобы выходить раньше и приходить раньше вот и благодаря программе я заметила что мне хочется вставать раньше то есть даже иногда организм сам мне это подсказывает то есть каким образом происходит раньше было как например утром будильник звенит и такой сонный что там один глаз прозрал идешь в туалет в ванну все дела и какой-то все время вялый не так не охота идти куда-то и вроде как ты не встал так хочется обратно лечь спать сейчас я иногда после пути ну вот во время первых там где-то трех недель я вставала по будильнику сейчас мой организм просыпается до будильника и чтобы эту эту крутость не потерять я например у меня будильник сейчас стоит на 7 15 раньше это было 7 40 потом было 7 30 7 20 сейчас 7 15 и я например сплю 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 и понимаю что я уже не сплю то есть глаза открываются я не хочу спать у меня прям твердый такой взгляд я чувствую себя бодрячком спать и не хочу и я понимаю что надо вставать я уже выспалась я быстренько беру телефон и перевожу будильник именно на это время как я сегодня проснулась чтобы завтра либо проснуться еще раньше либо в это же время то есть по и постепенно я себя как бы назад во времени отношу чтобы вставать пораньше и все к этому идет чтобы вставать еще еще раньше и соответственно ты собираешься раньше нету соблазнов заняться еще чем-то ты собираешься раньше и выходишь раньше вот если автобус еще не скоро можно пройти несколько остановок потом сесть на автобус а когда время будет достигнуто той точки которая я хочу желаемой да то можно уже полностью идти пешком на работу и и радоваться вот про то что встаешь с утра бодрым это я уже сказала чувствуешь плюс почувствовал я лёгкость то есть вот ушли объема ушли килограммы и я чувствую прям я летаю я парю мне хочется больше ходить больше двигаться меньше сидеть на работе сейчас особо нет активности но мне вот прям неудобно сидеть я вот и так и сяк повернусь и в общем то мне хочется двигаться что-нибудь но делать куда-то перемещаться в общем как бы меньше лениться что ли то есть вот я даже об этом не думаю хочется больше ходить а также заметила что меньше болит спина например когда моешь голову у меня обычно как бы наклоняешься до мочишь волосы водой и все уже спина начинает болеть уже хочется разогнуться хочется все это помассировать потереть сейчас я вполне могу намочить волосы вымыть их этим шампунем да и уже вот в момент смывания уже чуть-чуть какие-то сдвиги в сторону спины то есть уже что-то там побаливает вот но это улучшается то есть если вес учит и дальше никогда если когда вес будет уменьшаться дальше и дальше то соответственно боли будут тоже уходить ну я так думаю мне так кажется вот будешь ходить больше двигаться еще заметила что меньше меньше то есть практически на 90 процентов не болит голова то есть от чего именно например погодные условия какие-то там смена погоды либо допустим у нас на работе часто воняет какими-то посторонними запахами с улицы из коридора то там то с кипидаром то выхлопными газами и иногда сидишь целый день и так прям голова болит про мне можешь вот нам таблетку сейчас я заметила что ну да воняет ну я вообще даже мысли у меня возникает что голова болит что надо выпить таблетку в общем голова тоже не болит дальше большой такой пункт я открыла для себя то есть в процессе вот этого месяца питания иного питания нежели у меня я открыла для себя что я очень сильно зависима от еды то есть ну как у большинства да бывает вы стресса нули поссорились с кем-то там по скандалили ну какая то в общем может быть что-то случилось такое нехорошее у вас в жизни и чем мы можем решить эту проблему конечно по есть и у меня было точно так же я еду и заглушала все свои негативные мысли сейчас у меня нет такой вообще идеи вообще то есть если я стресса ну или с кем-то там поругаюсь у меня нету мысли в голове что мне надо пойти что-то пожевать у меня голова заняты другим у меня программа мне надо следовать питанию потому что любое мое действие действия в еде отражается на организме организм не отвечает на любой мое действие и в принципе вы тоже могли это заметить когда вот предыдущем видео я говорила у меня высыпало все я говорила про жареную картошку про печенье то есть любой мой косяк он отражается на моем теле и я вижу эти косяки соответственно я понимаю как мой организм реагирует на ту или иную пищу даже не то не столько на мои действия сколько на то что я ем поэтому это очень важно если вы хотите быть здоровым и получать удовольствие от жизни не ешьте всякую гадость это вам на пользу не пойдет вылезла напоминалка о воде кстати напоминалка о воде пить надо очень много для меня промо открытия была причем пить нужно на такое лирическое отступление допить нужно не сразу много а постепенно в течение дня то есть это отдельная тема будет отдельно видео так про зависимость соответственно отсюда вытекает осознание своих пищевых привычек а то есть если раньше анализируя на мое питание до программы и вот в программе пищевые привычки это было острое жареное соленое ну какое какие то вот такие но все самое вкусное но на самом деле можно приготовить вкусно и полезно у нас с вами будет отдельное видео на эту тему так что не пропустите по поводу вкусно и полезно и довольно таки просто приготовить вот в общем пищевые привычки то есть до программы питание такое как бы интуитивное но как можно сказать что интуитивно тянет на самое вкусненькое и самое вредненькое программе то есть за тот период времени который проходит за месяц вполне можно привыкнуть то есть организм привыкает к новому питанию и вам уже больше ничего другого не нужно у меня мыши входит помогает мне в моем видео вот в общем о чем я за месяц организм приобретает лички полезны вы привыкайте пить воду постоянно знаете кстати еще заметила что когда пьешь постоянно меньше хочется всяких чаев соответственно меньше с чаем чтобы еще печать конфетка соответственно этого меньше а мы меня выглядят да моя помощница вот в общем чем меньше выпьете чем больше выпьете воду тем меньше хочется пить чай соответственно меньше сладости да теперь она с этой стороны вот и и и соответственно с этой мыши я потеряла мысль в общем за месяц организм привыкает к новым привычкам вы как бы отказываетесь от плохой еды и привыкает к хорошей еды вы едите овощи вы едите белок вы пьете воду это за месяц входит в привычку вы уже не отвлекаетесь на какие-то другие посторонние вещи которые вас раньше привлекали дальше чему приводят косички ну в принципе вы уже видели к чему приводят косички в предыдущем моем видео но также например косички могут привести к сбою в программе это вообще вот тема зависимости от еды пищевых привычек и косичков это такое меня по крайней мере целостная объединенная такая тема например перед менструальным циклом извините уже за подробности например вот в том месяце до который мы с вами сейчас подводим итоги безумно хотелось вот прям очень ну это у всех наверное так хочется всяких каких-то ненужностей и мне безумно хотелось знаете вот эти вот черные чипсы из фикс прайса и даже знаете уже вот организм привык к другому питанию и мне хотелось не целую пачку или две мне вот одну чипсинку просто почувствовать ее на языке и все и вот утолить так сказать жажду мысли вот этих чипсов после например вот четвертая неделя шла у меня просто безумное количество мыслей по поводу того что я хочу макароны любые макароны с кетчупом с сыром просто макароны просто вареные макароны любой формы и побольше мы себя держим соответственно если мысли возникают о том что мы что-то хотим значит мы хотим есть и нужно свериться со своим распорядком дня если время приема пищи еще не подошло значит мы ем воду если подошло значит нужно есть и вы забудете про макароны у меня бывало пару раз что вечером после работы приходишь и прям очень хочется там допустим мама купила свежий хлеб и он так пахнет соблазнительно и так хочется кусочек отрезать но выпьешь белковый коктейль и хлеб уже не нужен то есть ты насытился у тебя прием пищи вечерний и хлеб уже совершенно не интересует вот еще очень я привыкла к фруктам фрукты до обеда причем определенные только фрукты и знаете за месяц такого питания я вот заметила еще один пунктик что например если я выбиваюсь из нормы по гликемическому индексу например но нет у меня другой ситуации вот два раза я ела дыню дыня она около 60 гликемический индекс я прям организмом чувствую вот я первый кусочек съела и я прям чувствую как внутри происходят эти химические процессы и как мой организм реагирует на эту дыню я прямо вот физически ощущаю этот скачок инсулина в мозг и я физически это ощущаю и я понимаю что я сейчас ее доел и через час я снова хочу есть вот поэтому если такие моменты бывают я немножко растягиваю прием этого перекуса фруктового то есть не сразу съедаю а чуть-чуть растягиваю там на полчасика чтобы физически дотянуть до обеда и если вдруг я не дотягиваю обычно так и бывает потому что гликемический индекс высокий и был скачок инсулина в мозг соответственно я слишком быстро насытилась и слишком быстро проголодалась вот и я тогда пью воду просто пью воду пока как бы не настанет обед вот ну я сама это испытание себе сделала да таким образом вот и что еще отдельно хотела сказать про косячки тоже испытание это испытание для организма то есть если вы вы как бы когда происходит косячок вы не задумываетесь о том к чему он может привести зачем это вообще и может быть действительно нужно пройти через это испытание вы изначально просто хотите какую-то вещь вот внутри вас живет монстрик и он хочет он требует эту вещь и это в принципе с любой зависимостью именно так происходит внутри вас животное даже не монстрик не звери а животное которое требует которое использует любые методы которые заставляют вас желудокурчать которые там пересыхает у вас горло выделяются слюни там не знаю в голову поступает какой-то сигнал что вы хотите именно этого ничего то там что у вас по программе идет а именно вот эту гадость вы хотите и вы должны ее съесть любой ценой любым способом это называется ваша вредная привычка вот этот монстр это ваша вредная привычка и ее нужно искоренить и сделать полезной соответственно когда вы косячите это для вас испытание но потом да когда покосячить те немножко и потом пройдет время итог какой-то подводить и вы поймёте что в это испытание должны были наверное пройти что бы понять кто-то понимает Сразу кому-то надо пройти испытание. И когда вы понимаете, что вы прошли это испытание, вы понимаете, что дает вам это. То есть вы накосячили, вы получили результат, и вы не косячите, и вы получаете результат. И дальше уже просто ваши действия. Какой результат вас устраивает? Хороший или плохой? Вам нравится так или так? Мне нравится хороший результат. Ну и, соответственно, подведём итог. За месяц, что я потеряла? Вот это всё, что было до этого, на 15 минут разговора, это было, что я приобрела? Что я потеряла? Потеряла я в объёмах, естественно, и весен. В объёмах ушли руки, ушла грудь, ушла талия, ушёл живот, ушли бёдра, ушли ноги. А шея, по-моему, на один сантиметр всего лишь ушла. В остальном побольше. По ощущениям, это один или два размера в одежде. Но я пока не могу сориентироваться, потому что, в принципе, у меня... Ну, нет пока проблем. Ну, какие-то вещи висят, какие-то нормально сидят. То есть, я пока не знаю, насколько уменьшился мой размер. Вот. Что ещё? По весу, значит, сейчас у меня 85,5, то есть, это около 7 килограмм получается. Но когда мы подводили итоги на программе, это было минус 5 килограмм. Вот. Поэтому тут я склоняюсь больше к минус 7, потому что программа началась не совсем сразу. То есть, помните, я говорила, там была одна неделя такая предварительная. То есть, просто смотрели, как я питаюсь, какой рацион. А, в общем, если в целом брать, то 7 килограммов. Так что, сейчас уже тоже чуть-чуть ушло вперёд время. То есть, не совсем месяц, а чуть больше месяца. В общем, итог 7 килограммов. Такое у меня видео. Я надеюсь, было интересно, может быть, что-то полезное. И, опять же, если будут вопросики, то оставляйте их в комментариях. Надеюсь, на ваши лайки. И, если всё понравилось и интересно, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. И увидимся с вами в следующих видео. До новых встреч. Всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok